Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, контрольно-измерительные материалы состоят из двух частей, как вам известно. Это письменная часть, которая включает 40 заданий, и устная часть, которая включает 4 задания. Уровни сложности. Итак, базовый – это уровень А2, чуть-чуть повыше, поэтому здесь стоит плюс. Что такое базовый уровень А2? Это уровень примерно по европейским стандартам соответствует уровню подготовки или нашим стандартам для 9 класса. То есть это примерно уровень 9 класса. Повышенный – это B1. По нашим стандартам это примерно уровень 11 класса, если обучение иностранному языку начинается со 2 класса. И высокий уровень – это уровень B2, соотносится с уровнем подготовки наших выпускников в школах с углублённым изучением иностранного языка. Итак, что же проверяется в едином государственном экзамене? Единый государственный экзамен содержит несколько разделов. Если говорить кратко, то в нём проверяются навыки умения во всех видах речевой деятельности и ещё отдельно навыки грамматические и лексические. Итак, первый раздел, как вы знаете, это раздел аудирования. Первое задание проверяет понимание основного содержания прослушанного текста. Второе задание проверяет понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации. И третье задание проверяет полное понимание прослушанного текста. Это обозначено в материалах заданий 3-9. Дальше, следующий раздел «Чтение». Здесь объекты контроля практически совпадают с объектами контроля в разделе «Аудирование». Почему? Потому что это два рецептивных вида речевой деятельности. Только один основан на прослушивании текста, а другой на чтении текста. Итак, задание номер 10 проверяет понимание основного содержания текста. Задание номер 11 – понимание структурно-смысловых связей текста. Это достаточно сложное задание. И третье задание – полное и точное понимание информации в тексте, так же, как и в аудировании. Следующий раздел «Грамматика и лексика». Что здесь проверяется? Здесь проверяется, во-первых, знание языковых единиц грамматических, лексических, и, во-вторых, навыки их употребления в коммуникативно значимом контексте. То есть, в большом связанном тексте, а не на отдельных предложениях. Далее, распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и грамматических структур французского языка. Знание основных способов словообразования и навыки их применения. Далее, употребление в речи изученных лексических единиц. При этом особое внимание уделяется лексической сочетаемости, синонимеи, антонимеи. И, конечно, знание правил орфографии и навыки их применения. Следующий раздел, четвертый раздел теста – это раздел «Письмо». Здесь проверяются умения написания письма личного характера и умения создания развернутого письменного высказывания с элементами рассуждения по предложенной проблеме, которые мы называем условно «моё мнение». То есть, нечто вроде эссе. И последний раздел – это говорение, где объектами контроля является техника чтения вслух, то есть владение произносительными навыками и навыками ритмико-интенционного оформления различных типов предложений. Ну, возникает справедливый вопрос, зачем в разделе «Говорение» появилось вот это задание по технике чтения вслух. Во-первых, это задание позволяет ученику во время экзамена перестроить свой речевой аппарат с родного языка на иностранный, то есть облегчает ему выполнение заданий по осной речи. Во-вторых, это задание тоже носит коммуникативный характер, поскольку предлагается ситуация, когда ученику нужно, находит ученик для проекта какую-то информацию и зачитывает своему товарищу, коллеге, однокласснику эту информацию вслух для того, чтобы сделать вывод, пригодится она им при выполнении проектной работы или нет. Ну, и мы с вами прекрасно знаем, что как театр начинается с вешалки, так любое говорение начинается с произношения, неправильное произношение и позволяет понять то, о чем говорит собеседник. Следующее задание. Умение вести диалог-распрос. Этот диалог-распрос носит условный характер, поскольку собеседник здесь лишь подразумевается. Следующее, третье задание. Это все задания были базового уровня. И третье задание. Это тоже задание базового уровня. Умение выстраивать тематическое монологическое высказывание с использованием основных коммуникативных типов речи. Описание, повествование, рассуждение, характеристика. Но в данном задании в основном используется тип речи, такой как описание. А вот в следующем задании, четвертом, это задание более высокого уровня сложности, проверяется умение выстраивать связанное тематическое монологическое высказывание. То есть передавать основное содержание увиденного с выражением своего отношения, оценки, аргументации, сравнение двух фотографий. То есть предполагается уже некоторое рассуждение. Вот такие объекты контроля проверяются в ЕГЭ. Какие были изменения в прошлом году по сравнению с 2016 годом? Ну, никаких существенных изменений не было. Единственное, изменилась немножко формулировка задания. Номер 3 в устной части, где нужно было выбрать одну из фотографий и писать её. Вместо «Imagine que ces photos appartiennent à votre album» было сказано «C'est photos appartiennent à votre album». Почему вместо «Imagine» слово «Imagine» пропущено? Ну, таким образом ученикам легче понять, что эти фотографии уже находятся в этом семейном альбоме, и ничего воображать уже здесь не нужно. Вот так. То есть задание чуть-чуть было облегчено для учеников. Итак, каковы же основные итоги ЕГЭ-2017? По английскому языку сдавал экзамен 64 422 человека. По немецкому 1769 человек. По французскому языку 1123 человека. И по испанскому языку 231 человек. Ну, по французскому языку немного меньше, чем было, например, в 2016 году. Ну, примерно эта цифра остаётся на уровне 1200-1300 человек. Из года в год. Итак, каковы же были результаты? Средний тестовый балл был 75,89%. Это несколько выше, чем в 2016 году. Там было 73,62%. Доля ненабравших минимального балла была 0,43% всего. А в 2016 году это был 1,25%. То есть доля ненабравших минимального балла уменьшилась. Что, конечно, нас немножко радует. Доля высокобайников, то есть тех, кто получил высокие баллы. Это около 90 и выше. В 2017 году их было 50%, 50,81%. То есть практически половина выпускников получили высокие баллы. В 2016 было чуть меньше. Это было 42,32%. Но 100 баллиников в 2017 году не было, а в 2016 было 6. 50,32%. Теперь посмотрите, пожалуйста, на эту диаграмму. В целом результаты экзамена были неплохие. По аудированию процент выполнения, как вы видите на диаграмме, был более 80%. По чтению 80%, чуть-чуть переходит за границу, 80% доля правильных ответов. По грамматике и лексике 60% с небольшим процентом. По письму 70% и по устной части 80% положительных ответов. Ну, вот эта диаграмма говорит о том, что самыми трудными оказались, как и в предыдущие годы, разделы грамматика и лексика, ну и письмо. Устная часть не была столь трудной, как нам казалось, что дети могут с ней не справиться. Они с ней, те, кто участвовал, конечно, поскольку это экзамен по выбору, те, кто участвовал, с ней справились неплохо. Ну, я не буду подробно комментировать ошибки по аудированию, чтению. Скажу несколько слов. В основном это были ошибки, связанные с непониманием общего, или с невниманием к общему смыслу текста. Ученики видели некоторые утверждения и искали знакомые слова для того, чтобы выбрать то или иное утверждение в качестве верного. На самом деле нужно было отталкиваться не от знакомых слов, а от смысла текста. То есть они старались проигнорировать смысл текста и искали знакомые слова. Ну, в аудировании, как всегда, было несколько сложным задание, где есть три варианта ответа, верно, неверно, в тексте не сказано. Вот это вот третий вариант, в тексте не сказано, вызывает у учеников затруднения. Потому что здесь нужно опираться на то, что информации по этому вопросу или по этому утверждению нет в тексте, поэтому мы выбираем ответ, в тексте не сказано. Хотя некоторая информация, близкая к тому, о чем говорится в утверждении, есть. Ну, возможно, такой вариант, что какая-нибудь Николь отправилась в путешествие, это действительно так, но в тексте не сказано, с кем она отправилась, с друзьями, с родителями, еще с кем-то. И тогда, если в утверждении сказано, что она отправилась в путешествие с родителями, это будет не неверный ответ, а в тексте не сказано, с кем она отправилась. А вот если бы в тексте было сказано, что она отправилась в путешествие с родителями, а в утверждении было бы, что она отправилась в путешествие с друзьями, это была бы неверная информация. Вот таким образом можно выходить из этой трудной ситуации. Ну, вы можете спросить, а почему здесь есть такой ответ в тексте, не сказано, который порой вызывает затруднения не только у учеников, но и у разработчиков заданий. Потому что нужно так сформулировать утверждение, чтобы ученики выбрали именно в тексте не сказанное, а не верный ответ. Это сделано для того, чтобы увеличить количество дистракторов в этом задании, потому что это так называемое задание альтернативного выбора с двумя вариантами ответов. Верно, неверно. Вот степень угадывания в таком случае является или равняется 50%. Это очень высокая степень угадывания. И чтобы ее несколько снизить, добавили вот этот вот вариант ответа в тексте не сказано. Таким образом, вероятность угадывания ответа снижается до 33%. Вот что я хотела бы сказать по поводу ошибок при выполнении заданий аудирования. Ну, чтение несколько легче, потому что там есть текст. Опять же, нужно опираться на смысл текста, а не ограничиваться знакомыми или незнакомыми словами. Ну, самым трудным в разделе грамматика и лексика было задание на словообразование. Это задание, к сожалению, делают ученики еще недостаточно хорошо. Здесь на слайде представлен фрагмент такого задания. Вы знаете, что все задания даются на основе связанного текста. Здесь дан лишь кусочек, фрагмент текста для того, чтобы напомнить вам, в чем заключается суть данного задания. Здесь нужно образовать от существительного мюзики существительное мюзи-сием. Что говорит, что нам подсказывает, что здесь должно быть, какая часть речи должна быть? Во-первых, нам подсказывает глагол, да, сказуемый, при котором обязательно должно быть подлежащее. Оно пропущено. Подлежащее с артиклем должно быть выражено чем? Существительным. Кто настраивает инструменты? Музыканку. Вот чтобы образовать существительное мюзи-сием, нужно вспомнить, что есть так называемые суффиксы, которые обозначают какую-то профессию. В данном случае суффикс сием. И добавить его к слову, к корню слову мюзики. Вот. Какие же типичные ошибки совершают ученики, выполняя это задание? Первое. Затрудняются определить часть речи, которую надо образовать от опорного слова. Знаете, приходится видеть, ну, самые разнообразные слова, только не те, которые подходят в данный пропуск. Плохо владеют словообразовательными моделями, то есть не знают наиболее продуктивных суффиксов и префиксов французского языка. Вот здесь написано. Образуют несуществующие слова. С этим мы сталкивались, когда перепроверяли некоторые работы учеников. Действительно, даже трудно себе вообразить, что в языке может быть такое слово. Но вот у детей, к сожалению, они существуют. Не понимают контекст, требующий слово с отрицательным значением. Здесь действительно непросто. И мы стараемся не включать глаголы с приставками, которые хорошо знают дети, рэ и дэ. Потому что всегда очень трудно определить, то ли это возобновление того же действия с приставкой рэ, то ли это отрицательно и легче. А когда идет приставка рэ, то я, как руководитель группы, стараюсь заменить такое задание, потому что всегда трудно понять, то ли действие как бы вновь происходит, то ли оно повторяется. Поэтому мы стараемся с приставкой рэ практически не использовать глаголов. Но вот с отрицанием, ну тоже их почти нет, только в самых-самых очевидных случаях. Ну и не соблюдают правила орфографии, неправильно пишут слова. Дальше используют существительные в единственном числе, там где требуется множественное число или наоборот. Здесь нужно, конечно, смотреть контекст и думать, в каком числе должны стоять существительные. Хотя в большинстве случаев в тексте остается артикль, и он служит подсказкой, в каком числе нужно поставить то или иное существительное. Вот, зная эти серьезные проблемы, которые содержит в себе французское словообразование, и тот факт, что в учебниках школьных практически нет таких заданий на словообразование, мы написали статью, вот посмотрите, пожалуйста, которая называется «Методическая система подготовки школьников к ЕГЭ по французскому языку. Словообразование». Ее вы можете найти в журнале «Иностранные языки в школе» за этот год, номер восьмой. Вот, там как раз рассказано о том, как делать анализ слова по составу, даны специальные упражнения. Приведены все приставки, которые у нас, значит, в кодификаторе. Это документ, на основе которого, в котором перечислены элементы содержания, и на основе которого мы составляем задание, там перечислены все приставки вам в помощь. Это очень большая статья, 26 страниц была у нас, ну, в журнале это несколько меньше. Вот, там очень много подготовительных упражнений, вы можете посмотреть и их выполнять, потому что школьники, к сожалению, не умеют делать разбор слова по составу, не видят, какая-то часть речи пропущена. И вот все это можно, вот эти пробелы можно ликвидировать, используя тот материал, который мы вам предоставили по словообразованию, которого, к сожалению, нет или почти нет в наших школьных учебниках. Следующий раздел, который, как вы видели на диаграмме, тоже представляет некоторые трудности, и раньше этот раздел был наиболее трудным, и теперь, хотя уже стали писать лучше, и личные письма пишут лучше, конечно, с эссе ситуация несколько другая, а вот здесь, с личным письмом, результаты несколько улучшились. На слайде представлено одно из личных писем, которые писали в прошлые годы наши ученики. Я просто хотела напомнить, как это задание выглядит. Итак, какие же ошибки ученики совершают, выполняя вот это задание 39? Оно у нас теперь, когда пишут личное письмо. Неумение представить полный и точный ответ на запрашиваемую в письме информацию. Что это значит? Это значит, что они всегда читают, как следует, вопросы, которые стоят в письме, вопросы другого переписки, и дают на них точный и полный, развернутый достаточно ответ. Далее, следующая ошибка. Неумение ставить вопросы в соответствии с предложенной темой. Или бывает, что ставят один вопрос, два вопроса, а там требуется поставить три вопроса. Дальше. Ну, неправильно делят на абзацы. Хотя тут и не так их много абзацев, но тем не менее они есть. И между абзацами должны быть связки, как вы знаете, да? Вот дальше сказано, логические ошибки, отсутствие мостиков и средств логической связи при переходе от одного абзаца к другому. Либо набор этих средств логической связи крайне ограничен, либо они вовсе отсутствуют. Ну и, конечно, лексико-грамматические ошибки, которые не позволяют ученикам набрать достаточное количество, высокое количество баллов. Ну и, как всегда, наиболее сложным является задание 40, да? Где требуется написать нечто вроде эссе. И здесь есть план, который, по нашему мнению, мог бы помочь ученику логически верно выстроить свое высказывание, сделать столько абзацев примерно, сколько пунктов в плане, хотя мы не всегда при проверке этих работ придираемся уж так к количеству абзацев. Иногда чисто логически и содержательно можно объединить два абзаца в другой, и это не противоречит логике изложения. Какие же здесь есть типичные ошибки? Ну, я уже вам говорила, что жанр эссе в данном случае – это мое мнение. Я высказываю свое мнение, подкрепляю его аргументами, даю какие-то точки зрения других на эту проблему и привожу контраргументы. Вот они подменяют это сочинение сочинением «за» и «против», где, ну, личное письмо, здесь написано «личным письмом», честно говоря, ни разу не видела, чтобы вместо сочинения было личное письмо. Но «за» и «против», когда приводят одни аргументы, другие и не выражают собственную точку зрения, говорят, что вот одни считают по-другому, а своей точки зрения как бы и нет, вот это уже будет «за» и «против». Ну, встречается еще отход от темы и изложение выученного текста, лишь отдаленно связанного с предложенной проблемой. Здесь нужно четко раскрывать содержание вот этой проблемы и выученный текст мало может помочь. Ну, лексика может помочь, а сам выученный текст вряд ли. Неверный выбор стиля. Письменные высказывания с элементами рассуждения требуют нейтрального стиля. Ну, с такой ошибкой мне тоже не приходилось встречаться, но все-таки где-то они есть. Дальше. Несоответствие аргументации заявленному тезису или мнению. Вот такая ошибка встречается довольно часто. То есть я высказываю какое-то мнение, что, допустим, мне это нравится, а аргументы привожу не совсем в соответствии со своим мнением, которые являются несколько приближенными, отдаленными от этого, от моего собственного мнения. Дальше. Повтор аргументации при высказывании своего и чужого мнения. Ну, бывает такое, когда и свое мнение подкрепляется таким аргументом, и чужое мнение тоже с таким же аргументом. Но это неправильно. Дальше. Отсутствие развернутой аргументации. Вот такая ошибка встречается довольно часто. Я люблю читать, потому что это интересно. Вот этот аргумент, потому что это интересно, нельзя отнести к развернутой аргументации. Неправильное формулирование контраргументов. Контраргументы приводятся к поддержку чужого мнения. Далее. Неумение сформулировать проблему в начале высказывания. Просто повторяют формулировку задания. За это сразу ставится минус. Нужно переформулировать, увидеть эту проблему и сформулировать ее другими словами. Ну, и не всегда делают вывод в конце. И еще часто бывает, что вывод в конце не совпадает с тем мнением, вот видите, вот у меня здесь есть такой пункт, логические ошибки. В том числе расхождение авторской точки зрения во втором абзаце и выводе. То есть во втором абзаце я высказала какую-то точку зрения, а вывод у меня совсем другой. Вот это тоже, за это тоже снимаются баллы. Ну, неправильное деление текста на абзаце. Такое, к сожалению, часто встречается. Неиспользование или неправильное использование средств логической связи. Вот часто делают ученики такую ошибку. Вместо «se pour quoi» пишут «parsque». Это очень часто встречается такая ошибка. То есть не понимают, когда ставится то или иное союзное слово. Ну, опять же, обилие лексико-грамматических и орфографических ошибок. Ну, несоблюдение требуемого объема. Вы знаете, что это тоже несоблюдение, карается минусами. Вот это те ошибки, которые, к сожалению, из года в год повторяются, за редким исключением. Хотя, подводя некоторый итог раздела «письмо», могу сказать, что личное письмо пишут уже значительно лучше. Практически нет нарушений с использованием социокультурных особенностей. То есть правильно пишут завершающую фразу, правильно пишут начальную фразу. Так что формулу речевого этикета ученики усвоили неплохо. Следующий раздел – это устная речь. Ну, как вы знаете, там четыре задания. Я уже говорила о них, когда говорила в объектах контроля. Это базовый уровень чтения вслух, фрагмента информационного или научно-популярного стилистически нейтрального текста. За правильное выполнение этого задания ставится один балл, и если более пяти фонетических ошибок, то нуль баллов. Специально постарались назначить наименьшее количество баллов, чтобы неправильное чтение не повлияло на общий результат выполнения заданий по осной части единого государственного экзамена. Задание два – это тоже базовый уровень сложности, условный диалог, расспрос с опорой на вербальную ситуацию и фотографию. То есть ситуация описывается и дается фотография. Далее задание три – тоже базовый уровень сложности, создание монологического тематического высказывания с опорой тоже на вербальную ситуацию и фотографию. Здесь семь баллов можно получить. И более сложное задание – это монологическое высказывание с элементами сопоставления и сравнения с опорой также на вербальную ситуацию и фотографию. Здесь уже нужно сравнить две фотографии. То есть это задание, выполнение этого задания требует более сложных умений говорения, умений рассуждать, приводить аргументы, высказывать какую-то точку зрения. А предыдущие задания – это более просто описание. Хотя там тоже есть вопрос, который требует некоторых размышлений. Почему я сделала эту фотографию, ее храню в альбоме и хочу показать своему другу. То есть ситуация все-таки коммуникативная. Теперь типичные ошибки. Итак, техника чтения. Ну, здесь приведены, к сожалению, не все ошибки, которые допускают ученики, когда читают слух. Ну, здесь приведены лишь отдельные примеры. Неправильное произношение носовых звуков, когда они соскальзывают и получаются чистые звуки. Произношение немых, конечных, согласных. Ну, вы знаете все фонетические правила, когда что нужно произносить, когда нет. Запрещенное связывание перед аш и в таких словах, как ле-э-ро, перед ви, после союза э. Неправильное интонационное оформление синтагм с перечислением обстоятельственных групп, стоящих перед подлежащим. Как правило, они все-таки выделены запятыми. И вы знаете, что какова интонация, когда в предложении встречаются запятые, да, голос резко не понижается, интонация резко не понижается. Ну, и неправильные интонационные контуры вопросительного предложения. Хотя в наших текстах практически нет вопросительных предложений. Вот такие ошибки, примеры ошибок здесь приведены на этом слайде. На самом деле их больше, они разнообразны. У каждого есть какие-то свои. И, к сожалению, мало учеников получают за это задание один балл. Но в основном не укладываются даже сильные ученики в эти пять фонетических ошибок. Ну, думаю, что со временем, уделяя больше внимания технике чтения, удастся все-таки преодолеть и эти трудности. Хотя прекрасно понимаю, что в старших классах техникой чтения заниматься уже нет времени. И здесь нужно работать над содержанием сложных и больших текстов. Не только над содержанием, но и над смыслом, да, над подтекстом. Учить понимать не только те факты, которые содержатся в тексте, но и подтекст. Поэтому времени, к сожалению, нет. Техника чтения – это больше проблема, я понимаю, начальной школы, где все-таки мы, наверное, не дорабатываем, потому что дети переходят в основную школу все с теми же ошибками при чтении, и в старшую школу все с теми же ошибками, к сожалению. Дальше. Следующее задание – это условный диалог-распрос. Да, на основе фотографии, на которой представлена реклама либо какого-то спортивного клуба, либо какого-то магазина. Ну, мы потом в следующих слайдах увидим образцы этих заданий. Какие здесь допускают ученики ошибки при создании такого условного диалога-распроса? Значит, описывают картинку или составляют монолог вместо уточняющих вопросов. Но, честно говоря, такие ошибки встречаются достаточно редко. Все-таки большинство учеников задают вопросы, как это и требуется в задании. Это говорит, вот такая ошибка, что описывают картинку или составляют монолог, говорит о том, что ученики невнимательно читают инструкции к заданиям. Но это касается, к сожалению, невнимательное чтение инструкций, касается не только заданий по говорению, но и в других разделах. Еще немножко хотел остановиться на заданиях по грамматике, которые основаны на и лексике, на связанном тексте, что дети не читают текст до конца сначала, а сразу пытаются вставить в пробелы пропущенные слова. Этого делать нельзя, потому что практика показывает, что здесь возможны ошибки. Они не понимают до конца, не знают, в каком времени идет повествование, о чем идет повествование, и отсюда идут ошибки. Это, так сказать, золотое правило. Если задание построено на связанном тексте, то мы начинаем выполнять любое задание, в чем бы оно ни состояло, с чтением и пониманием содержания текста. И только потом начинаем выполнять какие-либо задания. Итак, возвращаясь к условному диалогу расспроса. Запрашивают не ту информацию, которая требуется в задании. Там перечислены пять позиций, на которые нужно задать вопрос. Используют просьбу, то есть какое-то вступление. Не могли бы вы назвать адрес? Расскажите о вот этих вступительных фраз. Мы еще к этому вернемся. И не должно быть. Здесь должны быть только вопросы. А нужно, так сказать, абстрагироваться от того, что это идет разговор, который мы начинаем какими-то формулами речевого этикета. Здесь никаких формул речевого этикета не должно быть. Мы сделали это специально, чтобы не усложнять задание, чтобы ученикам было легче его выполнить. Ну, не соблюдают грамматических правил при построении прямых вопросов. Порядок слов нарушают. Не помнят, каков должен быть порядок слов. Так, задание три. Монологическое высказывание, где ученикам дается на выбор три фотографии. Они должны выбрать одну и описать. Ну, вот видите, есть такой момент, когда описывают три картинки вместо одной. Хотя компьютерная программа, с которой работают ученики, выполняющие устную часть экзамена, построена так, что как только ученик нажимает клавишу с цифрой, там фотографии пронумерованы, один, два, три, нажимает клавишу с нужной цифрой, например, три, две предыдущие картинки исчезают с экрана, и ученику дают только ту фотографию, которую он выбрал. И все вопросы обращены, и все задания идут по этой фотографии. Так построена компьютерная программа. Там каждая фотография, каждый кадр повторяет один вопрос. Если это фотография, например, семья на отдыхе, он выбирает фотографию, то на следующем кадре уже не три картинки, а одна, семья на отдыхе, и первый вопрос появляется, так сказать, первая позиция плана, которую должны осветить ученики. Затем следующий кадр, опять это фотографии, второй вопрос плана, который должны осветить ученики. Дальше опять появляется в кадре эта фотография, третий вопрос плана, который должны осветить ученики. И так все пять пунктов, которые они должны осветить. Ну, не должны они пропускать. Дальше. Нарушает последовательность, неправильно интерпретирует содержание картинки. Ну, такое, к сожалению, бывает. Дальше. Нарушает последовательность пунктов плана, что приводит к нелогичности высказываний. Хотя трудно себе представить, как можно нарушить последовательность пунктов, если на каждом кадре компьютерной программы появляется один пункт плана, который должны осветить ученики. Ну, может быть, они просто не знают, как можно его раскрыть, этот пункт плана. Дальше. Не высказывают свое мнение о героях и картинке в целом. Это важно подчеркнуть, что, так сказать, ему нравится на этой фотографии, что там происходит, какое настроение у персонажа этой картинки. Вы прекрасно понимаете, что фотография – это не просто застывшее в статике какое-то действие изображает. А на фотографии часто передает какие-то чувства, эмоции. И вот, составляя рассказ по фотографии, ученики не должны забывать о том, что фотография, как правило, вызывает какие-то чувства и эмоции. И эмоции также есть и на лице у персонажей. Например, кто-то радуется, кто-то грустит, кто-то доволен, кто-то недоволен. И это обязательно нужно отметить в своем высказывании. Ну и ошибки, допуская фонетические и лексико-грамматические ошибки. Так, вот здесь в помощь, может быть, вам приведен план описания фото. Итак, некоторые вступления. Это не значит, что нужно именно так строить вступление. Это просто один из примеров. Послушай, ты помнишь, что я люблю фотографировать, да? Это фотография... Дальше следующее, это вступление. Следующий пункт плана. Эта фотография была сделана где, когда. Я был там один, с семьей, с друзьями, с одноклассниками. Следующий пункт. На фото на переднем плане ты видишь мою сестру, брата, друга и так далее. Она находится. Погода в этот день была. Третий пункт. Он, что, да, что там происходит на фотографии? Она или он, они что-то делают. На ней надето, ей весело, грустно, вот как я вам уже говорила. Четвертое. Я сфотографировала, да, почему я сделала эту фотографию? Я сфотографировала это так, как я первый раз был, видел, ел, слушал. Там есть какие-то блюда кухни. Дальше. Мне было интересно, необычно, страшно, удивительно и так далее. И пятый пункт. Почему решил показать? Я решил показать это тебе по нескольким причинам. Во-первых, хочу поделиться с тобой своими чувствами. Во-вторых, приглашаю тебя поехать, попробовать и так далее. И заключение. Тебе понравилась фотография? Ты поедешь со мной? Ну, это вот такой приблизительный план описания одного из фото. Это не там, конечно, где есть сравнение. Ну и последнее, где нужно сравнить две фотографии. Здесь не сравнивают, а просто описывают сюжет двух картинок. Не надо здесь давать подробное описание, здесь должно быть краткое описание. Здесь необходимо выделить общие отличительные характеристики картинок. Не всегда это дети делают. Там сказано, что для того, чтобы получить, в критериях оценивания сказано, что для того, чтобы получить, и даже в самом задании, в инструкции прописано, что нужно сказать 12-15 фраз, чтобы получить высокий балл. Если мы будем по одной фразе на каждый пункт плана давать, то получится сколько? Пять пунктов, пять фраз. Дальше. Не выражает свое отношение к картинкам, этот, как и в предыдущем задании. Не формулирует вступительную и заключительную фразу. Не использует клише при сравнении картинок и допускает ошибки. Вот то, что касается устной речи. Значит, для того, чтобы для тех, у кого нет каких-либо пособий, есть вам в помощь статьи тех же авторов в журнале «Иностранные языки в школе» 2016 год. Одна из них называется раздел «Письмо ЕГЭ по французскому языку. Анализ типичных ошибок участников и рекомендации по их преодолению». Это очень большая статья. Там много всяких заданий, упражнений и перечисленных ошибок. И вторая статья – это устная часть ЕГЭ по французскому языку. Первые итоги. Тоже в журнале «Иностранные языки в школе» в 2016 году. Там тоже есть много всяких примеров. Есть упражнения и так далее. Это всё, о чём я хотела бы с вами поговорить по поводу анализа. Конечно, может быть, это недостаточно полный анализ, но хотелось бы теперь перейти к следующей презентации, где есть некоторые пособия, которые могут вам помочь в подготовке к единому государственному экзамену. Ну, первый такой курс, модульный курс называется. Я сдам ЕГЭ, французский язык, практикум и диагностика. И он включает три пособия. Первое – это практикум и диагностика. Второе – это методика подготовки ключей и ответы. И третья часть – это аудиоприложение. Аудиоприложение здесь показано, где его можно скачать. Значит, вот это пособие мы писали в помощь учителю и ученику, который будет готовиться к единому государственному экзамену. Ну, на этом слайде перечислены авторы пособия. Все они являются разработчиками контрольно-измерительных материалов по французскому языку. Продолжительность этого курса – 70 уроков. 70 уроков для подготовки к экзамену. Минус – входной тест, который ученикам предлагается выполнить самостоятельно и нет там итогового устного теста. Иногда учителя говорят, что невозможно, нет времени, чтобы работать по этому курсу. Но здесь сказано, что этот курс, если один урок у вас в неделю, то для того, чтобы пройти весь этот курс, вам потребуется два учебных года, а не один. И если два часа в неделю, то тогда можно успеть за один год. Курс носит модульный характер, то есть каждый раздел – это отдельный модуль, и можно использовать отдельную его части на уроках или во внеурочной деятельности. Теперь далее. Цель – помочь подготовиться к экзамену. В результате формируется знание формата заданий ЕГЭ, процедура оценивания КИМ, потому что там показано в этом пособии, как оцениваются различные задания с развернутым ответом. Таковыми являются задания по письму и в основной части. Дальше. Формируются навыки умения выполнения тестовых заданий различных типов. Знакомятся ученики, как выполнять задания множественного выбора, как выполнять задания на установление соответствия. Дальше. Навыки умения самоанализа и самокоррекции ошибок. Где это можно применить, я вам скажу далее. Итак, что входит в это пособие? Практикум первое, да, которое предназначено для учителя, ученика. Называется практику медиагностика. Начинается это пособие с таблиц, в которых можно внести результаты входного тестирования, текущих тестов, итоговых контрольных работ. Дальше идет введение, входное тестирование и модули. Каждый модуль – это отдельный раздел. Кроме того, есть приложение. Это демо-версия КИМ 2017 года. Хочу вам сразу сказать, что демо-версия 2018 года практически ничем не отличается от демо-версии 2018 года. В 2018 году никаких изменений в экзамен не внесено. Есть кодификатор. Это что такое кодификатор? Это перечень элементов содержания, на основе которых составляются задания. Вот те элементы содержания, которые перечислены в кодификаторе, служат для нас нормативным документом, по которым мы делаем задание. Ничего другого включать в задание мы не имеем права. В помощь ученикам и учителям есть таблицы предаточных предложений. Зачем они нужны? Они нужны для выполнения задания по чтению номер 11, где из целого предложения вынуты части предложений, которые нужно подставить в пропуске. Чаще всего это предаточные предложения. Вот чтобы напомнить ученикам, какие есть предаточные предложения, какими союзами и союзными словами они соединяются с главным, дали для вас такую таблицу. Кроме того, есть суффиксы и префиксы. И, извините, здесь должна быть запятая, средство логической связи перечисленной. Вот такие таблицы должны быть, есть в этом пособии. Итак, введение содержит... Введение рассказывается, в чем состоит, в какова, вернее, структура и содержание ЕГЭ по иностранным языкам. Описываются задания письменной и устной речи, типы заданий, то есть задания множественного выбора, задания на установление соответствия, альтернативного выбора с кратким ответом, с развернутым ответом. Дальше рассказывается, как оцениваются задания. Ну, вы знаете, что задания с множественного выбора, альтернативного и с кратким ответом оцениваются компьютерной программой, А задания с развернутым ответом оцениваются экспертами, поскольку они являются творческими и никаких эталонов их выполнения заложить в компьютерную программу невозможно. Ну, задания с кратким ответом, где ученики в пропуске вписывают слова или словосочетания, затем оцениваются компьютером и перепроверяются вручную нашими коллегами-разработчиками, потому что ученики иногда записывают, несмотря на то, что есть образцы написания букв, они пишут буквы непонятно, неразборчиво, и компьютер не может разобрать, что они написали, и тогда ставят им нули. Мы же проверяем и видим, что это не ошибка, а описка. И назначаем дополнительные баллы. Есть золотые правила общего характера, есть организационные вопросы, которые нужно решать, образцы бланков ответов и правила его заполнения. Итак, золотые правила общего характера. Ну, вот здесь на слайде они представлены. Часть этих правил, конечно, здесь они представлены не все, все остальные они перечислены в пособие. Да, экзамен проверяет не что вы знаете об иностранном языке, а как вы можете использовать иностранный язык, слушать, читать, понимать и так далее. Чтобы успешно выполнить задание ЕГЭ, не обязательно знать все слова, которые используются в текстах. Не пугайтесь незнакомых слов. Часто они не нужны для правильного ответа на вопрос. Это говорит о том, что есть такое умение игнорировать незнакомые слова при чтении и аудировании, которые не являются ключевыми. Что значит ключевыми? То есть от них не зависит понимание смысла текста, и их нужно уметь игнорировать, потому что мы с вами работаем без словаря. Дальше. Развивайте свою языковую догадку. О значении незнакомого слова можно догадаться по контексту, по его морфологической структуре, по аналогии с русским языком. Языковая догадка нам очень нужна с вами при чтении и аудировании. Ну, это вот часть золотых правил. Дальше. Каждый раздел, каждый модуль. Раздел это раздел аудирования, чтение, грамматика, лексика, письмо и говорение. Включает теоретические сведения, золотые правила для учащихся, пошаговый разбор различных типов заданий, типичные ошибки. Далее. Стратегии выполнения заданий, то есть как выполнять данное задание. Дальше. Подготовительные задания и полезные советы. И следующий подраздел задания в формате ЕГЭ для самостоятельной тренировки в их выполнении. Это каждый раздел. И аудирование, и чтение, и письмо и говорение. Значит, когда мы писали эту книгу, нам казалось, что мы делаем какой-то уж очень большой труд, и, наверное, он не слишком нужен сильному ученику, у которого уже сформированы некоторые общеучебные умения, или, как их теперь называют, универсальные учебные действия. И он сам понимает, как нужно выполнять то или иное задание, как нужно проанализировать текст, как нужно выделить необходимые слова, образовать от них нужную форму и так далее. Но таких немного. Большинству учеников нужно всё разжевать и показать, как это делается поэтапно, пошагово. Вот здесь мы как раз и дали этот шаговый раздел. И когда мы его писали, нам казалось, ну, это уж совсем не нужно, что это настолько просто. Но вот для слабых и сильных учащихся это очень большая помощь на самом деле. По-моему, мы всё-таки не зря это делали. Итак, на примере раздела «Лексика и грамматика» я хочу вам показать, как построен каждый модуль. Итак, теоретические сведения. Да, ну, я говорила, знаете ли вы, что грамматика, что такое грамматика, да, что такое лексика, что такое лексическая единица, которую нужно вставить в пропуск, что это не только слова, но и словосочетания, фразеологические единицы. Что значит знать слово или лексическую единицу? Это значит знать его звуковую форму, то есть владеть его произношением, знать его графическую форму, то есть правописание знать, знать его грамматическую форму, значение и употребление. Вот что такое знать лексическую единицу. Дальше. Кроме того, владение лексикой означает владение правилами словообразования и употребления слова в конкретном контексте. Вот правила словообразования, к сожалению, как я уже вам говорила, дети не знают. Вот слова лексические, то есть они запоминают, что поли, полимау и так далее, но совершенно не представляют себе, из чего состоит это слово, что там есть какие-то суффиксы и так далее. Вот все-таки над этим надо работать, морфологический разбор проводить надо, и дети должны уметь определять, какая часть речи должна быть подставлена в пропуск. Вот этого они, к сожалению, не умеют делать. И правилами словообразования и словообразовательными моделями они, к сожалению, не владеют. И в учебниках этого нет. Здесь книги есть. Так, дальше. Общая информация. Здесь сказано, из чего состоит данный раздел, какие задания они включают, и сколько минут дается на выполнение данного раздела, и как он оценивается. Следующее. Ну, здесь уже золотые правила не общего характера, а относящиеся непосредственно к этому разделу. Итак, внимательно прочитайте инструкцию. Она поможет определить, в чем состоит ваша задача. Все три группы заданий построены на связанных текстах. Прежде чем выполнять задания, прочитайте текст, вдумайтесь. Не пытайтесь механически подставить. Вот всегда есть стремление, это я даже проверила на своих студентах, у которых есть, магистрантов, есть такой курс. Теория, практика, контроль в обучении французскому, иностранным языкам, в частности французскому языку. Они сами составляют, учатся составлять такие задания, но и выполняют. И они тоже стараются сразу, не читая текст, что-то туда подставлять. Представьте себе, что вы создаете этот текст, и подумайте, какая форма или какое слово требуется, чтобы передать нужный смысл. Всегда оставляйте несколько минут на проверку раздела. Помните, что если в вашем ответе к заданиям 19.25, это задание на чистую грамматику, и 26.31, это задание на слово образование, будут орфографические ошибки, ответ будет признан неверным. Описки, да, это мы можем исправить, не исправить, вернее, назначить балл, а орфографические ошибки считаются ошибками. Ответы к этим заданиям, как я уже говорила, проверяются машинным способом, поэтому их надо вписывать так, чтобы каждая буква стояла в отдельной клеточке, в соответствии с образцами написания букв в данной минобланке. Это то, что я вам говорила. Дальше идет структура раздела и содержание грамматика и лексика. Здесь, в частности, сказано, что какие тексты используются. Тексты повествовательного характера. Истории с повествовательной жизнью, текст научно-популярного ответа. И называются такие задания с кратким ответом. Всего их семь. Проверяют чисто грамматические формы. Ну, по большей части это формы глаголов. И так далее идет описание заданий. Итак, здесь сказано, что дается связанный текст, или у нас дается два небольших связанных текста с семью пропусками. Для каждого пропуска на той же строчке даются слова на полях, но это вы уже знаете, от которых нужно образовать нужную грамматическую форму. Максимальный балл – семь баллов. Дальше идет раздел «Стратегии выполнения заданий». Как же выполнять задания? И вот такие стратегии прописаны в каждом разделе, в каждом модуле. Ну вот, сначала прочитайте текст, попытайтесь понять общее содержание, сюжет, логику и так далее. Важно определить, в каком времени ведется основное повествование – настоящим или прошедшим. Может ли в этом повествовании в тексте от автора появиться будущее время? Если повествование ведется в прошедшем времени, то нет. Если в тексте прямая речь, а здесь могут возникнуть любые временные формы, свойственные устной речи, независимо от того, какие формы, временные формы глагольные были в предыдущем контексте. Далее внимательно прочитайте первый фрагмент текста с первым. После того, как прочитан весь текст, мы возвращаемся к нему и читаем первый фрагмент текста с первым тестовым вопросом. Структура предложения показывает, какой член предложения в какой грамматической форме нужен для заполнения пропуска. Если вам покажется, что возможны варианты, опорное слово на полях поможет сделать правильный выбор. Вот здесь есть еще кусочек от стратегии. Если в качестве опорного слова дано существительное или прилагательное, то от него, как правило, надо образовать множественное число или женский род, или женский род и множественное число. Ну, напоминают ученикам, что большинство существительных образует форму множественного числа по правилам, но есть исключения. Здесь приведены вот на слайде примеры. Большинство прилагательных также образуют женский род по правилам, но есть исключения. Которые ученики должны знать. Если в качестве опорного слова дано указательное и прилагательное, то надо образовать форму его женского рода или множественного числа. С, сет, си. Если в качестве опорного слова дан глагол, прежде всего необходимо понять, требуется личная или неличная форма. Личные формы – это временные формы, которые выполняют роль сказуемого. Неличные – это инфинитив. И определенная форма глагола. Participe présent, participe passé, geolgif. Это все дано ученику. Далее на слайде приведен фрагмент задания 19.25 из раздела «Разбор заданий». Здесь приведен кусочек текста под названием «Лёди ней». И в пропуске нужно вставить в одном случае глагол «Pounder», в другом случае прилагательное «Ground», изменив их в соответствии с контекстом. Ну, давайте посмотрим, что предлагают авторы в качестве алгоритма. То есть шаг первый. Внимательно изучаем инструкцию. Ну, вы понимаете, что это не для сильных, наверное, учеников, но для средних и слабых это будет правильно. Шаг второй. Прочитаем текст под заголовком «Лёди ней». Попытаемся понять его смысл, невзирая на пропуск. «Дон лё текст, il s'agit des repas de franceaux. Le petit déjeuner, le déjeuner, le déjeuner, le déjeuner et le souper. Шаг третий. Читаем первый абзац, содержащий пропуск. «En général, les franciaux mangent trois fois par jour». «Le matin, il...» Ну, понятно, что не хватает чего. Сказуемого «Лёди déjeuner», «a midi, il déjeuner et le souper, le déjeuner et le souper». Значит, ну, на паях опорное слово глагол «pandre». Итак, определим, какую часть речи нужно вставить. Анализ текста показывает, что нужен глагол. Всё это написано в книжке. Смысловой грамматический, поскольку есть подлежащий, а не отсказуемого, а отсказуемый чаще всего выражается глагол. Смысловой грамматический анализ контекста до и после пропуска, да, проанализировав, говорит о том, что повествование ведётся в настоящем времени. Все глаголы в тексте стоят в настоящем времени. «Le présent de l'indicatif». Это вот нам показал смысловой грамматический анализ текста. Далее. «В настоящее время в этом тексте употребляется для обозначения общепринятых фактов, что подтверждается в предложении «en général les français m'enches trois fois par jour» словами «en général». Таким образом, да, вот всё-всё рожёвывается. Глагол «prendre» в задании 19. Предложение должен стоять в настоящем времени. «Presant» в третьем лице множественного числа, согласуясь с подлежащим «il». Образуем в настоящее время третьего лица множественного числа от глагола «prendre» и получаем «le matin» или «prendre le petit déjeuner». При этом надо помнить, что данный глагол в третьем лице множественного числа меняет свою основу. Буква «en» удваивается. Так, здесь опечатка для жены. Так, вот что такое дальше. Ой, простите. Так, секундочку, перескочила. Всё, да? Вот таким образом построен алгоритм выполнения заданий на грамматику. Пошаговый разбор. Такой же пошаговый разбор каждого задания есть и в разделах аудирования, чтения, письменная речь и говорения. Дальше. Подготовительные задания к этому разделу. Прежде чем самостоятельно выполнять тренировочные задания, которые есть в этом разделе, задания называются для самостоятельной работы, авторы предлагают подготовительные задания в каждом разделе. Итак, здесь приведены образцы некоторых заданий. Определите, в какой части речи относятся следующие слова. Да, данные глаголы, прилагательные, существительные и так далее. Дальше. Задание 5. Образуйте множественное число следующих существительных. Здесь данные существительные, которые образуют множественное число, чаще всего не по правилу. Являются исключениями. Дальше. Раскройте скобки и поставьте глаголы в нужную временную форму. Ну вот здесь повторяются неправильные глаголы, в которых дети делают ошибки. Не знают распоряжения неправильных глаголов. Типичные ошибки. Невнимание к контексту и отсюда неправильное употребление временных форм и пассивной формы глаголов. Есть и таковая. Незнание глаголов, как я вам уже сказала, неправильных. Не знают их формы. Дальше. Неправильное употребление глаголов в придаточных предложениях условий. Хотя таких у нас мало встречается. Неправильное употребление временных форм глаголов при согласовании времен. Вот здесь часто бывают ошибки. Незнание особых случаев образования множественного числа существительных и прилагательных. А также женского рода прилагательных. Ну, здесь вот даны полезные советы, которые есть в каждом разделе, в каждом модуле. Про то, что нужно читать текст, мы уже с вами говорили. Выяснить, какая часть речи нужна. Это тоже важно. Дальше. Проверяются чаще всего временные формы глагола. Подумайте, какая форма глагола проверяется в пропуске. Личное временное или неличное причастие или инфинитив. Определите, относятся ли действия к настоящему, прошедшему и будущему. Наиболее часто на экзамене проверяются употребления самых-самых, это задание базового уровня, таких простых времен, которые все уже должны, казалось бы, знать. Поэтому обратите особое внимание на употребление и образование данных времен. Определите, как используется глагол в прямой речи или в косвенной. Это влияет на выбор его формы. Дальше. Есть такой маленький подразделчик, который называется рефлексия. Помог ли вам представленный данной теме материал лучше понять содержание и структуру заданий 19.25? Что было легко, трудно в усвоении темы? Что было полезным? Что вы усвоили? Чему научились? Что сумеете выполнить самостоятельно? Что осталось неясным? Вот мне кажется, что было бы весьма полезно в каждом разделе для сильных учеников, чтобы они самостоятельно провели эту работу по созданию алгоритма выполнения задания. Это было бы весьма полезно и интересно. Не только прочитать тот алгоритм, те шаги 1, 2, 3, 4, которые дали мы, но чтобы ученики попробовали составить такой же алгоритм, пошаговый разбор других заданий данного раздела. У них есть такие задания, которые называются для самостоятельной тренировки. И мне кажется, что это было бы полезно, но если не для слабых и средних, то для сильных составить самостоятельный такой алгоритм заданий и проговорить его вслух. Для всех остальных это было бы очень и очень полезно. Следующий раздел, который вызывает у нас тоже всегда с вами затруднения, о котором мы говорили, это письменные высказывания с элементами рассуждения в вашем мнении. Здесь представлена фраза «Liz activity am plenae, solimeer l'azir». И вот по этому утверждению, с которым можно соглашаться, высказывать свое мнение, либо не соглашаться, нужно написать небольшое сочинение, или как мы его называем эссе. В международных экзамнах это называется эссе. План ученикам дан, соответствует с этим планом. План определяет логику изложения, и следуя этому плану, предполагается, что ученик не будет ее нарушать. Здесь есть тоже золотые правила. Выведение. Перефразируйте тему или проблему данного задания, не повторяя ее дословно. Делите текст на абзацы. Дальше. В первом абзаце основной части выскажите свое мнение. И дайте 2-3 аргумента или примера в его обоснование. Ну, с примерами, не очень хорошо дело обстоит, а вот аргументы, причем они должны быть, как я вам уже говорила, все-таки достаточно развернуты. Не состоять из трех слов, что это интересно, это полезно. Во втором абзаце представьте другую точку зрения на данную проблему и дайте 1-2 аргумента ее приверженцев. В третьем абзаце объясните, почему вы не согласны с этими аргументами и остаетесь при своем мнении, то есть приведите контраргументы. В заключении сделайте вывод, который соотносится со всем текстом, соответствует теме и подтверждает ваше мнение, высказанное в основной части. Используйте средства логической связи между абзацами и внутри предложений. Здесь я не стала разбирать весь раздел полностью, я привела только подготовительные задания, которые, мне кажется, тоже представляют интерес. Какие из приведенных ниже слов и выражений вводят свое и мнение оппонента? А какие аргументы? Дальше. Прочитайте фрагменты, выполненные учащимися введения. Какие из них нарушают коммуникативную задачу? Объясните, почему. Ну, здесь не приведены эти фрагменты, а на самом деле в книжке приведены фрагменты из реальных работ учеников. И там есть критерии оценивания, и подробно объясняется, как должна быть решена коммуникативная задача. Ученикам нужно проанализировать эти фрагменты и объяснить, что там нарушено. Дальше. Прочитайте, опять же, фрагмент выполненного учащимися задания. Какой из выполненных учащимися заключений написано правильно с точки зрения критерия решения коммуникативной задачи? А поясните, почему. Дальше. Прочитайте, опять же, текст, прокомментируйте нарушения критерия организации текста. Вот эти задания очень полезны, потому что они показывают, во-первых, как оценивается задание по тем или иным критериям, и за что ставятся плюсы, а за что ставятся минусы. Там есть примеры оценивания и целых, полностью работ учащихся по всем критериям в соответствии с дополнительной схемой оценивания, даже даны, как это дается экспертам. Теперь раздел «Говорение». Вот здесь я привела задание 2, условный диалог-распрос, где нужно задать 5 вопросов. Вот нужно задать 5 прямых вопросов без всяких вступлений и формул вежливости. Какие подготовительные задания в этом разделе есть? Определите тип каждого из вопросов и прочитайте их вслух в соответствующей интонации. Задайте все возможные вопросы к данной фразе, как к членам предложения, так и подходящие по смыслу. Ну вот это все подготовительные, которые напоминают детям, как нужно задавать вопросы, какие существуют виды вопросов. Заполните пропуски правильным вопросительным местоимением. Вот здесь у них тоже проблемы, как выбрать то или иное вопросительное местоимение, каким оно должно быть. Типичные ошибки. Ну, описывают картинку или составляют монолог, это уже говорили, запрашивают не ту информацию, например. А вы ву ла кантите дилюстрацион вместо комбиян? Да? Потому что там была ла кантите дилюстрацион, и вот они задают вопрос. А вы ву ла кантите? А надо спросить комбиян дилюстрацион я тиль dans ce livre. Используют фразы типа информей-moi, парлей-moi. Это мы уже говорили, не соблюдая порядок слов. Полезные советы. Ну вот, задавайте только прямые вопросы. Не повторяйте один и тот же вопрос несколько раз. Хотя, конечно, вот здесь в конце есть однотипные вопросы, например. Quelle est la durée de module? Quelle est la quantité du point à visiter? Все время scale, да? Не являются ошибкой, так как каждый заданный вопрос оценивается по отдельности. Но вместе с тем звучит это не очень, так скажем, хорошо, когда одно и то же вопросительное слово используется несколько раз. Если допустили ошибку в вопросе, исправьте, дав правильный ответ. Но помните, что оценивается только последний вариант вопроса, каким бы он ни был. Обращайте внимание на слова-подсказки. Они могут быть производными необходимого слова. Не забывайте об особенностях интонации, не подменяйте вопросы в комментариях. Итак, каждый раздел содержит также тренировочные задания КИМ для самостоятельной работы в формате ЕГЭ 2017 года. Но и 2018 год остался тем же самым. Дальше следующее пособие, которое входит в этот модульный курс, это методика подготовки ключей ответа. Это пособие для учителя. Здесь есть введение, календарно-тематический план, методические рекомендации. Все контрольные работы и ключи к ним находятся здесь. И аудиотексты, скрипты текстов, ну и демоверсии, кодификаторы, спецификации. Дальше календарно-тематический план. То есть по отдельным занятиям все 70 уроков пособия расписаны вот в этом календарно-тематическом плане. В качестве примера я привела урок 3-4. Значит, здесь разбираются разделы аудирования и чтения. Знакомиться с разделом аудирования. Обсуждают структуру содержания и анализируют результаты входного тестирования. На этом же занятии, если это урок 3-4, можно познакомить учеников с чтением, проанализировать также входное тестирование и разобрать задание 10. Самое простое. И обсуждают, что общего задания 1, раздел аудирования, задание 10. И домашние задания. Здесь в книжке указано, что какие задания можно дать на дом. Дальше идут методические рекомендации. Анализ результатов 2016 года и методические рекомендации подготовки. И контрольные работы. Всего их 4. Есть итоговый тест письменной части, итоговый тест устная часть. И ключи к заданиям и контрольным работам. Дальше. На этом слайде представлено, где можно купить. Уж не знаю, есть ли эти пособия в этих магазинах сегодня. Но во всяком случае, вот там они продавались. И последнее новое пособие, которое вышло для подготовки к НИГЭ, тоже по проекту Я сдам НИГЭ, но это так называемый сокращенный вариант, в котором есть немецкий, французский и испанский язык. Здесь есть только типовые задания и их пошаговый разбор. Значит, он включает методику подготовки пособия, ключи и ответы и типовые задания. Краткая характеристика экзаменационной работы. Пошаговые рекомендации, как я вам говорила, по всем разделам. Входное тестирование и демонстрационный вариант. Справочник и аудиоприложение доступны для скачивания. Здесь есть сайт. Вот это совершенно новое пособие, которое вышло. К сожалению, то большое пособие, о котором я только что рассказывала, больше пока не переиздавалось. А вот вышло вот такое комбинированное, скажем, пособие. Где его? Благодарю за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, задайте. Спасибо. Ну, вероятно, вопросов нет. Спасибо.